Игровые правила для пластилинного мира солдатиков В прошлом видео я рассказал вам, как к нами делалось оружие для наших солдатиков. Теперь пришло время разобрать основные правила игры, придуманные нами в детстве. Правила создавались и корректировались по мере необходимости. Обращу внимание, что все это происходило в 90-е годы 20 века, когда компьютеров и интернета с военно-историческими играми не было. Про варгеймы с использованием кубиков мы не знали. Поэтому правила не были суперсложными и сбалансированными, но назвать их примитивными тоже нельзя. Большинство наших сверстников до таких игр не додумались. Итак, первое и главное правило заключалось в том, что все фигурки и солдатики, находившиеся у нас, нельзя было ломать, дарить, выкидывать. Когда в школе на уроках труда мы лепили что-то, то обязательно приносили это домой, а не разбирали, как поступали все остальные дети в классе. Порой нам удавалось выпросить подделки одноклассников и спасти их от уничтожения. Все существа нашего игрового мира принадлежали к тому или иному народу, городу, государству. Давайте разберем это подробнее. Все солдатики, которые накопились у нас примерно до 9-летнего возраста, мы называли русскими. Почему так было? У ребенка в этом возрасте достаточно обрывочные и бессистемные сведения по истории. Мы знали, что мы живем в России, и мы русские. Соответственно, все свои игрушки также называли русскими. При этом было неважно, как эти солдатики выглядели. Например, солдатики, изображающие тевтонских рыцарей, в нашем игровом мире тоже были русскими. Поиграв, мы просто убирали солдатиков вперемешку. Все игрушки мы хранили в коробках. Постепенно появилась у нас идея называть фигурки из одной коробки общим названием. Так появляются города. Постепенно фигурки начинают иметь свое место для хранения. Переход из одного города в другой был допустим. Но это была уже игра, а не случайность. Нами отыгрывались ролевые игры, когда фигурки общались между собой, ссорились или дружили, делали общее дело и тому подобное. Сценариев игр было много. Понаблюдайте за играющими детьми и поймете, как это могло выглядеть. Постепенно приходит к нам осознание, что все вновь пребывающие фигурки уже не относятся к существующим сообществам солдатиков. Они получаются чужими. Мы начинаем их отождествлять со врагами русских. Просматривая фильм о Великой Отечественной войне, мы решили, что главный враг русских – это немцы. Поэтому все новые фигурки мы стали называть немцами или германцами. Потом появились и другие народы. Поговорим про это в отдельном видео. Появляется новое правило, по которому солдатики могут переходить из одного народа в другой, только погибнув в бою. В битве приобретают ритуальный характер. Две армии сходились в бою, и кто побеждал, тот становился главным. У убитых восстанавливались повреждения, и они как бы оживали. Павшие воины, проигравшие стороны, после боя вливались в ряды победителей. Это правило приводило к тому, что битвы велись до последнего солдата. Возрослев, мы уже оговаривали результат боя заранее. Бой мог идти не только для слияния народов, но и для ограбления проигравших, перераспределения ресурсов или превращения проигравших в союзников. Обращу внимание, что двумя противоборствующими армией мы с братом командовали одновременно и совместно. Придумалась местность боя и тактика для обоих армий. Тем, кому мы симпатизировали, создавались более выгодные условия для битвы. Так противника могли завести в засаду, или поле боя делалось невыгодным для одной из сторон. При этом та армия, которую мы симпатизировали, не всегда побеждала. Мы вели рукопашный бой честно, не отдавая предпочтения одним в ущерб другим. То есть, стратегически мы могли поставить одну армию в невыгодные условия для боя, но сам рукопашный бой шел без поддавков. При этом, если мы играли с друзьями, то командовали каждой своей армией. В следующих видео я покажу несколько реконструкций этих битв. Если с порабощением побежденных, я думаю, все понятно, то что означало ограбление? В игровом мире у нас была денежная система, были предметы роскоши, красивые пуговицы, кусок, цепочки, доспех и тому подобное. Все это победитель мог забрать себе. Но, как правило, это не носило массового характера, и грабеж был чисто формальным. Одним из призов, получаемых победившим войском, было право на перераспределение ресурсов. Что это означало? Появлялись у нас новые военные технологии, и они шли опять же к получателю ресурсов. Допустим, мы научились, разрезая тюбик из зубной пасты, получать фольгу, из которой можно делать доспехи. Эту фольгу мы направляли в народ-получателей ресурсов. Тем самым, армия этого народа значительно усиливалась. Если мы создавали новый народ, то он обычно объявлялся получателем ресурсов. Но порой мы отходили от этого правила. Например, делать оружие из спичек могли все народы. Теперь разберем, как фигурки перемещались в пространстве. Делалось это таким образом. Изначально число шагов не ограничивалось, но постепенно выработалось правило трех шагов. По нему все фигурки делали три шага. Это нужно было, чтобы перемещать группы фигурок с примерно равной скоростью. При этом маленькие фигурки двигались медленнее, а крупные быстрее. Принципиальное значение имело расположение и длина ног. Можно видеть, как длинное тело и короткие ножки коркодила не дают ему быстро идти, а ноги волков и листы наиболее оптимальны. Прямоходящая лягушка перемещается прыжками. У конных воинов шаги получаются длиннее из-за того, что на спине коня сидит всадник, и раскачивания при ходьбе получается больше. Теперь можно перейти к битвам. Берем две фигурки в разные руки. Наносим удары фигурками лоб в лоб. Это самый простой способ. Нами могли применяться и уклонение от ударов, захват оружием, атака, щитом и так далее. Бой пехотинца и всадника. Пехотинец нанес удар в голову всаднику и убил его. Всадник, погибнув, должен упасть с коня. Такое было правило. Конь без всадника уже не сражается. То есть считается недушевленным. Ворование копьё у противника при помощи двух копий. Копьё врага зажимается между ними и выдергивается. После этого безоруженный противник добивается. Всадник, проскакивая мимо противника, мог нанести удар в бок, так как у него была подвижная рука. Фигурки, получившие повреждения, которые можно было считать смертельными, считались погибшими. Бой отряда на отряд немного отличался от единоборств. В таком сражении рукопашка велась из расчёта, что все фигурки в строю сходятся одновременно друг с другом. Могла возникнуть ситуация, когда одну фигурку атакует две или более фигурок одновременно. Но у нас всё две руки, и мы не можем это сделать разом. В таком случае два воина сталкивались между собой, а лишний наносил удар по врагу из расчёта, что он делал это одновременно с напарником. Фрагменты битв вы сможете ещё увидеть в последующих видео. Сейчас я хочу акцентировать внимание на том, что этот способ ведения боя не был примитивным. Мы не хватали одного солдатика и не долбили им другого. В бою мы имитировали одновременный бой обоих фигурок. Главное в этой игровой системе быть честным перед самим собой и не жульничать. Это нам удавалось. Со стороны этой системы бой может показаться бессмысленной чередой прокалывания фигурок. Не спешите делать поспешных выводов. Сделайте фигурки солдатиках и проведите несколько боёв сами. Вы поймёте, что не так уж просто поразить воина, тем более если на нём есть доспехи. Существовали правила для построек. Крепостные стены можно было штурмовать и залазить на них. Перед вами план города. Можно видеть перегородки. Они невысокие, но они считались стенами домов. Через них нельзя было перелазить. Я перечислил основные правила игрового мира. Если при просмотре последующих видео, рассказывающих историю наших игр, появятся непонятные моменты, то я в комментариях поясню их. В следующем видео я расскажу краткую историю пластилинового мира. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счёт. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал.